Приступая к рабочим вопросам текущей недели, первый заместитель глава администрации Бадыр Ахмедов первым делом предоставил слово начальнику управления гражданской обороны доложить о ситуации в городе, о том, возникали ли чрезвычайные ситуации в выходные дни и какие меры были приняты по устранению причиненных неудобств горожанам. Серьезных проблем не было. Обычно было отключение. В некоторых частях города тоже человека 22-30 сделали. Сегодня утром отключился. Уже на данный момент отключен. Шестой фитер, как он называется. В ходе работы ведется. А так, серьезные сообщения по происшествию города. Не было такой информации. Затем главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Асаидов рассказал, что мероприятия по ремонту дорожного покрытия на отдельных улицах города, несмотря на погодные условия, продолжаются. Также ведется работа по стрижке кустарников и зеленых насаждений. По городу по ремонту автодорожного покрытия задействованы пять организаций. Все они выполняют эти работы. Несмотря на то, что выходные были, тоже они работали. По городу проводятся мероприятия по ремонту и содержанию зеленого хозяйства по улице Орджиникидзе, Орджиановской, стрижке кустарников и кощении травы под кустарниками. В продолжении совещания Бадыр Ахмедов поинтересовался ходом работы по возобновлению подачи воды и электроэнергии в нескольких поселках за железной частью города. Что касается водоснабжения, на данный момент ведутся необходимые меры по устранению, сказал директор горводоканала Мурат Дибиров. По поводу причин отключения электроэнергии информацию предоставил Залибеку Малатаджиев. Бамат-Пекюрт, где новые планы, под линией домов вообще подвезли не было. Дошел, все равно наши вошки, вторую вошку тоже вытащили, еле-еле достали, сделали. Сейчас в двух часов ночи аэродрома Бамат-Пекюрта нету, там в сторону без плака, а вору, сваленные деревья есть, уберем, включим в течение часа. А так, таких больше проблем не было. В завершении совещания руководителям горводоканала и горэлектросети было дано поручение в ближайшие сроки устранить проблемы по вышеуказанным адресам. Зарема Хайбулаева, Саман Гакаев, информационная программа Пульс.